Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Владислав Деев, военный комиссар Рязанской области. Владислав Витальевич, здравствуйте! Добрый день! Ну вот осенний призыв, в общем-то, стартовал. Какие планы, сколько человека должны под него попасть? Расскажите, пожалуйста, в Рязанской области. Планы стандартные. Выполнить план задания штабу МОКРУ и генеральному штабу. Стартовал, да, у нас призыв с 3 октября. Область должна отправить в вооруженные силы по планам генерального штаба порядка тысячи человек призывников. скомплектовать части подразделений, находящиеся, ну, в основном, скажем так, в Центральном и Федеральном округе. Ну, в остальном все стандартно. Никаких изменений пока у нас нет. Единственное, что мы начали изготавливать на сборном пункте области пластиковые электронные карты. Это карты, которые обладают, которые несут информацию чуть больше, чем она записана в военном билете. Но призывники наши эти карты все равно будут получать в войсках. То есть не в момент отправки, чуть попозже в войсках они эти карты получат. Вот, остальное все пока по-прежнему. Насколько уже человека прошли через призывные комиссии? Призывные комиссии работают в соответствии с планом, утвержденным главами муниципальных районов. Вот за один день, за понедельник, за 3 числа, у нас прошло порядка 200 человек, из них порядка около 100 получили, то есть по ним вынесено решение о призыве. Вот, остальные, либо отправлены дополнительные медицинские свидетельства, они либо получили отсрочку решения призывной комиссии. Либо освобождены от призыва по состоянию здоровья. Ну вот осенний призыв начинается 1 октября. Когда уже выдохнуть можно? Выдохнуть можно будет 31 декабря. То есть 3 октября? 1 октября мы сделали предварительный вдох, 3-го вздохнули в полной груди, начали работать призные комиссии. А выдыхать уже будем 31 декабря. За финал призыва будет 31 декабря. А вот расскажите, пожалуйста, вдруг кто-то до сих пор не знает, где-то сидит дома и с ужасом ждет эту повестку, или с предвкушением ждет эту повестку. Как вообще происходит сама процедура? Вот человеку принесли повестку. Что дальше, как быть, что делать, куда идти? Чего не бояться, например? Ну, во-первых, повестки носят по не всем сразу, скажем так, да? Потому что у нас подлежит вызову на призывные комиссии очень много призывников, которые имеют возможность служить в вызовных силах. Поэтому всех одномоментно мы вызвать не имеем возможности. Если гражданин получил повестку, то надо взять с собой документы. Это паспорт, приписное свидетельство. Если есть необходимость, какие-то медицинские документы. Если человек знает, что он болеет, или болен, или предполагает, что его болезнь несовместима со службой в армии. И прибыть на заседание, на медицинское свидетельство, на заседание призывных комиссий. Ну, естественно, если нет других показаний к отсрочкам, то есть у нас там учеба может быть, там много показателей в законе федеральном, которые предоставляют отсрочку от службы. Но самые общие такие, здоровье и учеба, самый большой процент ребят имеют отсрочку по этим направлениям. Вот и все. Поэтому бояться ничего не надо. Какие войска вообще пользуются популярностью у рязанцев? И можно ли выбрать как-то? Ну, во-первых, Рязань – столица ВДВ. Слоган этот во всей России знают. Поэтому, естественно, очень много желающих попасть в части подразделения воздушных десантных войск. Насколько это реально? Все зависит от состояния здоровья. Понимаете, решение призыва, самый главный показатель для призной комиссии, для членов призной комиссии, при принятии решения – это состояние здоровья. Вот, от этого все играет. Так, если человек по состоянию здоровья годен к службе в воздушно-десантных войсках, еще изъявил желание, вопросов нет. А если он еще имеет военно-учетную специальность, полученную в ДОСАВ, то его ВДВ ждут с распростертыми объятиями. Понимаете? Какие еще части в Рязани есть? В Рязани у нас не так много частей. У нас здесь находится соединение железнодорожных войск, парашютный десантный полк, ну, в принципе, училище. То есть у нас выбор такой небольшой. Но части наши очень достойные. Вот, очень достойные. Ну, парашютный десантный полк, все о нем знают. Вот это вообще гвардейские и так далее, и тому подобное. Со всеми регалиями. Наша бригада железнодорожная, она считается лучшей в округе. И знамя лучшие, то есть тех лучшей бригады не пускает. Вот там служат наши призывники, да. Нормально служат, отлично служат. И в полку, и в бригаде. Владислав Витальевич, вот скажите, пожалуйста, с тех пор, как срок службы сократился до года, вообще больше желающих стало служить? Легче как-то к этому люди относятся или нет? Ну, мы такую статистику не проводили по... морально, ну, не морально, а по тому, больше или лучше. Мы статистику идем по количеству тех людей, которые пытаются уклониться от службы. Логично. По сравнению с теми периодами, когда служба проходила два года, конечно, число сократилось. Но, к сожалению, оно все-таки высокое. То есть не очень рвутся все равно? Ну, рвутся, рвутся, рвутся. И рвутся умные люди, и они понимают, что... И призывники сами, и хранители понимают, что службу надо пройти. Люди, которые закончили вузы? К ним особое отношение, к этим людям. Мы вообще за них боремся, бьемся. Почему? Потому что, ну, во-первых, гражданская специальность. А вы знаете, наши вузы, у наших вузов, то есть наши вузы дают специальности, примерно схожие с военноучетной специальности, особенно радиоакадемии. Поэтому принято решение уже порядка года два назад, или полтора года назад, предлагают сейчас выпускникам, призывникам, имеющим высшее образование, поменять военную службу по призыву на военную службу по контракту. Смысл здесь в чем, кто не может понять это. Призывник живет и служит по регламенту рабочего, то есть по распорядку дня. Это значит, распорядок дня, день начинается с подъема, заканчивается отбором. И он постоянно служит. А контрактник служит в соответствии с регламентом рабочего времени. Рабочий день начинается там в 8 или в 9, как командир части установит, заканчивается в 19 или в 18 или в 20. То есть весьма заманчиво. Да, плюс призывник получает денежное удовольствие совсем чуть-чуть, там размер 2 рублей и выше. А контрактник на пункте отбора, мы говорим им так, что денежное удовольствие у контрактника от 20 тысяч и выше. Что еще более заманчиво? Да, да, это во-первых. Во-вторых, заключив первый контракт на 2 года, так он не проходил службу призыва, он имеет право после 2 лет заключить второй контракт, а по закону при заключении второго контракта он попадает в ипотеку, в систему ипотечного кредитования жилья. То есть получается у него время на приобретение жилья сокращается на 1 год. Ну это тоже показатель большой. То есть тут много плюсов, мы об этом говорим ребятам, соглашаются некоторые идти на такую службу, почему бы нет. Вот развеете, пожалуйста, слухи, ну я думаю, что развеете, говорят, что увеличится срок службы до 18 месяцев. Ну это из области слухов действительно. Об этом говорят очень давно, но закон не меняется. Перспективы его изменения, изменения законов в сторону увеличения срок службы нет. Об этом никто не говорит. Сейчас просто уже система подготовки специалистов уже выработалась, да, то есть отработана. Я думаю, что какие-то потребности сейчас к увеличению срока службы по призыву в ближайшее время не будет. Ну и подведем, наверное, итоги. То, что военной службы бояться не надо и что служить Отечеству почетно, как минимум. У нас в настоящее время действительно служба стала почетной. Это, еще раз повторяю, служба, она открывает все возможности, дает все возможности человеку, мужчине, проявить себя и добиться всего, что он хотел. А то, что бояться, а что бояться-то? Жить тоже надо, что ли, бояться? Мы же живем, не боясь. Это тоже жизнь, это жизнь, нормальная жизнь. Мужчины, да и женщины, если пожелания, могут пройти эту службу и испытать себя, и показать, на что они способны. Проблем здесь нет никаких. Ну что ж, спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Владислав Деев, военный комиссар Рязанской области. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин